велосипед сура или сура советской резьбовой кареткой здесь у нас полностью убитая резьба прям с завода она была убита здесь в этом месте и чашка закручивается не до конца остается еще там пару миллиметров либо точить чашку полностью чтобы закрутить до конца мы решили пойти более нормальным путем мы сейчас установим такую ремонтную каретку на промпошибниках то есть это получается с одной стороны у нас правая сторона и вот нас левая сторона с резьбой то есть закручиваются друг на друга не требует резьбы вот в этом месте где у нас на раме резьба для чего это делается дело в том что клиент прикатил велосипед уже с новым колесом на новом колесе у нас уже новая звездочка стоит старая цепь полностью убитом состоянии с этой девочки работы она не будет она просто не садится на нее и он принес штаны под клин советский там звезды были тоже полностью убиты поэтому они не подойдут и мы поставим сюда новые штаны защитой соответственно поставим новую цепь то есть если у нас уже есть звездочка на которой надо ставить новую цепь соответственно нужны штаны с новой цепи а нам проще всего поставить под квадрат потому что их проще найти проще купить чем штаны под клин живые. Поэтому, что под квадрат и современная каретка под квадрат, сейчас вот будем все это туда вкручивать. Запрессовываю каретку. В каретке вот такой вот конусный, конусная чашечка. Она все-таки больше подходит под алюминиевые рамы, у которых полностью сорвана резьба. Вот с этой стороны прям очень плотно все зашло. С этой стороны тоже все хорошо. Вот бортик торчит достаточно сильно. Например, что надевается. Сейчас буду шутмы запрессовывать. Крутится тоже идеально. Прома, прям вообще четенько, кончиками пальцев. Все замечательно. Ну и линия цепи тоже посмотрел, должна быть отличная. Все замечательно запрессовалось на синюю смазочку. Крутится вообще идеальненько. Прям промо-подшипнички. Шикарненько. Зазорчик как надо. Сейчас линию цепи померяем. Я думаю, что будет все очень хорошо. Единственное, что заглушки почему-то черные, серенькие, вываливаются, не держатся. Но смотрится даже прикольней. Цепь натянута как надо. с легкой такой слабиной. Крутится вообще все идеально. Без какого-либо перекоса. Линия цепи я считаю, что вообще отличная, как струнка натянута. Колесико здесь стоит у нас под рапаутом ровно. Теперь мы ждем от клиента крепления. Вот это вот, потому что он не принес. Можем свое поставить, но может он свое принесет. вот это вот тоже крепление нужно. И педальки он хотел выбрать, принести. А пока поставим вот такое красивое с гербом сидушечку королевскую, коричневую. Как раз на подсвет подойдет вместо вот этого старого устаревшего сиденья. Если получится, то вместе с педалями я ее сфотографирую. А пока вот процесс установки ремонтной каретки в советский велосипед завершен. То есть, останавливать можно, проблем вообще никаких. Но вот эта вот чашка немножечко, видите, она толще. Потому что она под алюминиевую раму все-таки. Такие интересные педальки на трех промподшипниках в тон к раме подобрал наш клиент. Такой получился замечательный дорожный велосипед на практически новых компонентах. Не изменена только здесь рулевая и переднее колесо. Но спицы все заменены, протянуты. В принципе, очень даже неплохо получилось. Бюджет ремонта со всеми, со всеми запчастями, с новой кареткой ремонтной, с педалями на промах, с новой цепи, с новыми шатунами. переднее колесо полностью там все, спицы меняли, ободную ленту меняли. Получился пять с половиной тысяч рублей. В принципе, для восстановления старого велосипеда на новом седле мне кажется, нормальный бюджет. Субтитры создавал DimaTorzok